Баптистская церковь спасения Начинает наше вечернее богослужение, мы прочитаем Слово Божие и помолимся. 24-й псалом. «К Тебе, Господи, возношу душу мою». А дальше он говорит такие слова. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день». Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты обещал присутствовать там, где дети Твои собраны во имя Твое. И мы в Твое имя сегодня собрались, чтобы Тебе поклониться, Тебя прославить, чтобы научиться и получить необходимую духовную пищу. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил всех, кто будет сегодня принимать участие в этом собрании. Благослови поющих, благослови, Господи, регента, благослови всех присутствующих на этом месте, благослови наших деток, благослови проповедников, которые будут передавать Слово жизни. Господи, помоги нам быть внимательными к Твоему голосу, чтобы, Господи, сердце наше откликалось на Твой святой божественный призыв, чтобы мы слышали и применяли это в своей христианской жизни. Господи, мы к Тебе возносим души наши, мы просим Тебя, чтобы Ты научил нас в этом собрании. Господи, будь с нами и благослови нас. Тебе поклоняемся, Тебя величаем, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Песня. Слава веки Божьей любви и закон, Пусть поются реки светлой воды живой. Мир вам, дорогие братья и сестры! По милости Божией мы снова в Доме Божьем для того, чтобы нам продлить общение сегодняшнего воскресного дня. И это очень важно для нас, когда мы собираемся вокруг Слова Его и когда мы вникаем в то, что хочет сказать нам Господь. И я бы хотел, как обычно, вы привыкли, да, я когда начинаю проповедь, я задаю некие вопросы. Вопросы несложные, на которые каждый может ответить. Но это не для того, чтобы как-то погрузить вас в какое-то недопонимание, а для того, чтобы мы сразу настроились на Слово Божие, чтобы мы сразу включились в размышления. И поэтому я бы хотел сегодня и говорить о блаженствах. И хотел бы говорить о тех блаженствах, которые выразил Иисус Христос. И вот те блаженства, которые Он выразил в Евангелии от Матфея, в пятой главе, вот мы когда читаем, да, то сколько их там, сколько мы насчитываем? Девять блаженств. Девять блаженств, когда мы считаем. Простая математика. Но Иисус Христос не закончил этими блаженствами. Вы знаете, что в Откровении, как мы привыкли говорить Иоанна Богослова, а фактически это данное Иоанну, самим Иисусом Христом от Бога, Иисус Христос продолжает тему блаженства. И Он еще говорит о каких-то блаженствах, которых сколько? Семь. Итого шестнадцать, дорогие братья и сестры, шестнадцать блаженств. А вы знаете, когда вот мы читаем первое послание Коринфянам, там тринадцатая глава, то мы находим, что там есть шестнадцать качеств любви. Но я сейчас не о математике хотел бы говорить. Я хотел бы говорить о том, что вот как интересно. Все-таки в народе израильском, когда писалось пятикнижие Моисеева, оно называется Талмуд, мы понимаем, что это за книги, эти пять книг, которые вмещают в себя этот Талмуд. И этот Талмуд связан с тем, что там количество вот этих букв, они соответствуют какому-то определенному количеству цифр. И все это численное обозначение. Не только буквенное, но и численное. И когда у них есть уже расписан вот этот Талмуд в определенном стиле и порядке, вот как они там пишут справа налево, и таким образом у них получается сколько букв и определенное количество. Я сейчас тоже не вдаюсь в эту математику. Но этого придерживались очень строго. Почему? И это пятикнижие Моисеева или же Талмуд, как мы называем, евреи фактически изучали наизусть. Дети с пяти лет, еврейские дети, изучали его уже так же наизусть. Эти пять книг уже где-то к отроческому возрасту они должны были наизусть как бы сдать экзамен вот этого Талмуда. Дорогие братья и сестры, это очень важно и полезно для нас, читать Слово Божие, чтобы мы не ограничивались ни на чем. Пусть, может быть, тяжелая книга, да, действительно, особенно вот книга Левит, числа, второзаконие, ну, такие сложные книги, да, и то их дети учили наизусть. А мы читаем Новый Завет, мы читаем повествование Иисуса Христа. Я думаю, что дети тоже могут нам, наверное, много рассказать, когда они занимаются в воскресной школе. И поэтому, естественно, нам надо изучать Слово Божие наизусть, чтобы знать, о чем говорить, и то же самое и детям говорить, а дети нам расскажут. Поэтому Слово Божие живо и действенно, и мы поэтому должны вникать в него больше и больше, читать. И таким образом я бы хотел перенестись именно на эти блаженства, которые выразил Иисус Христос в Откровении. Почему я хотел бы так, чтобы мы взяли теперь книгу Откровения? Мы, я думаю, очень хорошо знаем блаженства, которые описаны в Матфея 5 главе. И мы знаем, что там написано «Блаженны кротки, милостивы» и так далее. И это все, можно сказать, да и аминь. Это статические заключения, которые по-другому невозможно объяснять. И коли Иисус Христос так сказал, то за этим следует что-то. И, естественно, оно касается вечности. Но когда мы говорим о книге Откровения, о блаженствах, которые там написаны, то мы должны заметить для себя, что это более динамические, так сказать, вот эти заявления Иисуса Христа. Я так понимаю, что вы знаете, что это статические, динамические. Динамические – это то, что в процессе. И вот в процессе нашей христианской жизни мы должны также это все усваивать и все это делать так, как говорит Слово Божие. Итак, первое блаженство, о котором я бы хотел прочитать, которое говорит Иисус Христос через Иоанна, ученика своего. Это 1 глава, 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». Вы посмотрите, какие слова. Очень важные слова, сказанные в самом начале. Блажен читающий и соблюдающий, слушающий, да, и соблюдающий. Читающий, слушающий и соблюдающий. Три вещи, которые очень важны и полезны для нас, как для христиан последнего времени. Да, мы, может быть, не живем в то время, и как вот люди пытаются объяснить это откровение на Богослово, которое относится к каким-то временам, как-то семь церквей приурочивает, то ли это по столетиям от начала создания церкви, то ли это в последнее время, как говорят, вот мы живем в Лаодикийский период, в последней седьмой церкви. Я не хочу, опять-таки, делать какие-то эти заключения, потому что это будет человеческое определение. Но так как Слово Божие говорит, чтобы мы знали книгу Откровения, и читали, и соблюдали Слово Божие, вот это важно для нас, дорогие братья и сестры. Нам не надо спорить о каких-то событиях. Эти события должны миновать церковь, потому что церковь готова к тому, чтобы проводить вечность с Иисусом Христом. Поэтому нас не так должны волновать сами события, как должны нас волновать именно слова, сказанные Христом. Что мы должны делать? Независимо от периода, независимо от той великой скорби, независимо от тех бедствий, которые приходят на эту землю, мы сегодня слышали, действительно, настолько много, можно сказать, в такой геометрической прогрессии, возрастает этот грех, и законы меняются в странах, и в этой стране меняются законы. Мы это видим, мы эти видцы. Мы знаем, что в последнее время, не так ли? Ведь написано здесь, ибо время близко, так говорит Иисус Христос. Не так ли Он говорил две тысячи лет тому назад? Да, говорил. Но почему? Да потому, что благодать Господня еще длится для последнего, так сказать, грешника, который войдет в это полное число, как написано, язычников, которые покаятся и войдет в церковь. Вот почему время так долго еще длится. Но Господь не медлит исполнение обетования, как некоторые почитают, это медление, но долго терпит нас, чтобы все пришли к покаянию. Вот что у Господа самое важное. И поэтому, когда мы читаем Слово Божие и касаясь Откровения, книги Откровения, поэтому мы должны обратить внимание именно на это блаженство. Что такое блажен? Мы знаем, что люди определяют, или же словари у людей, они пытаются определить слово, что же такое блажен? Они говорят, это более чем счастлив. Ну да, человек может быть счастлив в своей жизни. В какой мере? Ну вот приобрел дом, или приобрел автомобиль, хорошо покушал, женился, замуж вышел, и все это считать за счастье может быть, да? Вот. Ну а если какая-то беда, то несчастье. Так вот, по человеческому заключению, вот это счастье для него, чтобы что-то новое, что-то хорошее, приятное, вот это так человек размышляет. Но в духовном смысле счастье – это наиболее высокая ступень, высшая ступень, это наша духовная жизнь, которая имеет это благословение. Вот что такое блажен в духовном понимании, потому что человек мира сего, он не может определить даже самого слова, что такое блажен, к сожалению. Но мы, верующие люди, мы должны понимать, что блажен – это значит благословен, это имеющий благословение. Так вот, имеет благословение тот, который читает, слушает слова правоочества этого. Какого правоочества? Откровение. Она богослово, да, как мы говорим. Мы не должны отбрасывать эту книгу, потому что многие, как бы, вот доходят до этой книги, и дальше все. Стоп, я не понимаю ее. А не надо понимать, зачем? Особенно останавливаться на тех вещах, которые мы не понимаем. Господь откроет нам в небесах. Он откроет все эти недопонимания человеческие. Но Дух Святой нам сегодня говорит очень жизненные, важные моменты относительно того, что мы должны понимать. А мы должны понимать, как поступать. Читать Слово Божие, читать Откровение, читать, слушать, и как мы делаем, вот, и исполнять то, что говорит Слово Божие. Второе блаженство относится, следующее, это 14 глава, 13 стих. Там Иисус Христос говорит так. «Отныне блажены мертвые, умирающие в Господе, да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Как мы часто слышим эти слова? В основном мы их слышим на похоронах, правда? Потому что мы понимаем, что когда человек умирает, то, естественно, за ним остается след. Каков этот след? Кто-то знает ближе, больше человека, он знает, какие дела, а кто-то знает его меньше, он не знает, но свидетельство идет за ним. И когда есть некоторое недопонимание относительно того, что же надо, дела или вера, и апостол Павел в основном, как бы, настаивает, что вера важнее, да, а Иаков говорит, что дела, то читайте более внимательно, и вы найдете, что никакой несогласованности в этом нет. Наоборот, они объясняют друг друга, дополняя, что вера, да, это прежде, но дела вслед за верой. Потому что без дел наша вера, она ничего не значит. А поэтому мы верим, и поэтому мы надеемся на то, что мы будем с Господом, и поэтому наши дела, они говорят о нашей вере, которую мы имеем. Если мы ничего не делаем, то мы просто провождаем нашу жизнь безучастно. Не так должно быть. Мы, верующие христиане, мы должны делать, и еще какие дела, как говорит Слово Божие, я много не буду останавливаться на этом, но мы прекрасно знаем, о каких делах идет речь. Это наши качества, которые мы должны вырабатывать, и чтобы эти качества работали в нас, чтобы мы могли делать добрые дела во благо Господа и во благо людей для благословения. И таким образом, когда говорится здесь, что отныне блаженны мертвые, да, они блаженны, они действительно благословенны. Почему? Потому что за ними идут вот эти дела. А почему будет определять награда Иисус Христос? По нашим делам. И никуда мы от этого не денемся. И если мы думаем, что мы так прозябаем, только на этих лавках сидим, то это не так. Мы должны делать, мы должны быть делателями, неукоризненными, как Слово Божие говорит, неукоризненными делателями, вот, чтобы мы могли быть полезными в Церкви Божией. Да благословит нас Господь на эти добрые дела. Далее говорит Слово Божие о блаженстве. Это 16 глава, 15 стих. Иисус Христос говорит таковы слова. «Вот иду, как вор, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гим, и чтобы не увидели срамоты его». Посмотрите, здесь речь идет о благословенном человеке, который хранит одежду свою. Что это за одежда, дорогие братья и мои сестры? Вы понимаете, о чем здесь речь идет? Конечно, это не идет речь о нашей ветхой физической одежде, которая стареет, и которую мы выбрасываем затем. Речь идет о нашей духовной одежде. Вот во что мы оделись на протяжении своей христианской жизни? Есть ли у нас такая одежда, которая дает нам право иметь эту вечную жизнь? И если Христос, когда спросит у нас, «Ну, каков же ты? Какова твоя одежда? Чтобы не явиться перед ним нагим? Ибо Слово Божие говорит, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». Это очень неприятно для Господа. Когда человек согрешил, ему нужно было одеяние. Он увидел себя, что он находится не в таком положении перед Господом, потому что грех сделал это, и ему нужны были одеяния. Господь сделал им опоясание для того, чтобы они не стыдились. Но это не о этих земных одеяниях речь идет. Сейчас мы говорим о духовном одеянии, которое необходимо для нас. Во что мы должны одеться? И мы много можем прочитать. Апостол Павел говорит об этих одеждах. И Христос также говорит об этом. Далее, 19 глава, 9 стих. Это четвертое блаженство, который, 19 глава, 9 стих, говорит так Христос. И сказал мне ангел, напиши блаженно званые на брачную вечерю Агнца. И вот здесь мы думаем, ну как же, брачная вечеря Агнца, когда это будет, что это будет. Но мы не должны как бы задаваться вопросом, когда, потому что это не наше дело знать, когда это будет. Но мы должны знать, что это будет. И Иисус Христос именно хочет вечерить с нами, с верующими людьми, с теми, которые познали Господа Иисуса Христа. И мы как званные, блаженны, благословены в том, потому что мы приняли Иисуса Христа. Мы ожидаем вот этой встречи с Ним. И церковь, как невеста, она ожидает жениха своего. Вы помните эту притчу, да, о десяти девах? Там же тоже речь идет об этих пяти мудрых и пяти неразумных. Вот. Так те, которые ожидали, да, они были готовы. У них и одежда соответствовала, у них все соответствовало для того, чтобы они могли встретить жениха. Вот так и мы, дорогие братья и сестры. Мы должны в процессе своей жизни правильно понимать также этот стих Писания, потому что очень важно для нас, чтобы на нас была одежда, брачная одежда. То есть мы должны быть подготовлены к этому. То есть всегда готовы. Церковь должна быть всегда готовой. Следующее блаженство, 20 глава, 6 стих. Иисус Христос говорит, «Блажен и свят, имеющие участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет». Так вот, блажен и свят, имеющие участие в воскресении первом. Второе воскресение, как мы понимаем, Слово Божие говорит, это для тех, которые будут судимы. А первое воскресение – это для тех верующих, которые умерли раньше. Но мы знаем, что если Господь придет раньше нашей смерти, значит, мы будем восхищены на небесах. Об этом говорит Слово Божие, первое послание Фессалоникий, сам апостол Павел говорит, ясно об этом. Но блаженны те, благословенны те, как об этом написано, так мы должны это и воспринимать. Следующее блаженство – это 6 блаженство, 22 глава, 7 стих. «Вот гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги этой». Вы помните в первом стихе, в первое блаженство, там было об этом также сказано, что время близко и блажен исполняющий. Здесь как бы второй раз Иисус Христос повторяет и говорит, «Вот гряду скоро». То есть Он еще раз нас убеждает в том, что Его пришествие скоро, и блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Не только теперь читающий, слушающий, но соблюдающий. Вот если мы соблюдаем то, что говорит Слово Божие, мы блаженны, мы благословенны. Ну и последнее, седьмое блаженство – это этой последней главы, 22 главы книги Откровения, 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Очень интересное блаженство, правда? О чем оно говорит? Опять повторяет Иисус Христос то, которое соблюдает заповеди Его. И далее, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город воротами. Что это за древо жизни и что это за город, который имеет ворота? Мы понимаем и знаем из Слово Божие, что когда первые люди жили, и Адам, и Ева, да, они согрешили. Они взяли с какого дерева? Познание добра и зла, потому что они узнали, что такое грех. Но они не тронули дерево жизни. Мы читаем об этом, об этом говорит Слово Божие, конкретно, что дерево жизни, они даже между собой советовали, чтобы кто не взял с дерева жизни и не стал жить вечно. Ну, почему это так нужно было? Да потому что дерево жизни, оно для соблюдающих, для верных Его. А все-таки вот Адам и Ева, первые люди оказались неверными, они действительно согрешили, и поэтому, чтобы они не взяли с этого дерева жизни. Но теперь это дерево жизни, неповрежденное, оно ожидает нас, дорогие братья и сестры. Что же это за ворота, о которых говорит здесь Иисус Христос? Мы знаем, что Вечный Иерусалим будет из 12 ворот, да? Но мы знаем по книге Библии очень много ворот, о которых говорит Слово Божие. Мы знаем, что Иисус Христос говорил о воротах. Помните, когда Он говорил узок путь, да? Труден путь и узок, и узкие ворота. И тесные ворота, тесные ворота. Так вот, через эти тесные ворота очень трудно пройти. А широкие ворота, и все идут ими. Вот в широкие ворота очень легко, правда? И идут, наверное, толпами. Вот, потому что там, ну, нет запретов никаких. А вот в узкие ворота, в тесные ворота очень тяжело войти. Но об этом говорит Слово Божие, чтобы Иисус Христос говорил, что входите тесными вратами. Потому что вы будете иметь благословение. Но вы знаете, что эти врата, когда мы вспомним, Иисус Христос также говорит в Матфея 19 главе о вратах, как игольные уши. Помните такие врата? Это маленькие, низенькие врата. По-разному объясняют благословы, читающие Библию, что это за врата. Чтобы обязательно пригибались, чтобы люди могли, и даже животное должно пригибаться. Чтобы таким образом показать, что он перед Богом стоит, он чтит Бога. Поэтому он должен пригибаться, чтобы пройти через эти игольные врата. Ну, пусть это будет в нашем понимании, может быть, так. Но Господь хочет, чтобы мы именно через такие врата входили. Да, нам очень легко уйти в широкие врата, потому что мы видим очень много искушений, много соблазнов. Но Господь не хочет, чтобы мы таким образом могли распыляться. И именно Христос хочет, чтобы мы входили в узкие врата. Когда мы вспоминаем те врата, которые видел Иаков, помните, лестница, и ангелы, написано восходящие, нисходящие. Очень интересно, да, ангелы вначале восходят, потом нисходят, хотя должно быть как бы наоборот. Вот он увидел лестницу, а и ангелы сошли. Он говорит, восходящие, нисходящие. Вот. И вот он видит эту лестницу, и потом видит вот это небесное. Все, как бы лестница эта не заканчивается, но он видит небеса. И говорит, что он говорит? Что это небесные врата. Это врата небесные. Бытие 28 глава, 12-17 стих. Так вот эти врата небесные ожидают нас, дорогие братья и сестры. Он, конечно, в них не попал. Это был ему сон. Это Бог ему специально такое видение дал, для того, чтобы он увидел, что да, действительно, есть служители Божие, ангелы, которые восходят, нисходят, которые могли бы его тоже взять в эти небеса, но еще и во времени пришло. Ему еще предстоял очень большой путь, отрезок пути. Может быть, и нам так нужно, дорогие братья и сестры, видя вот эти небесные врата, но мы понимаем, что нам еще в этой жизни надо много пройти. Сколько Господь даст? Иаков тоже не знал. А может быть, это был конец, что пришлось ему даже бороться с Богом, как написано в Библии. Может быть, и нас ожидает борьба в этой жизни. А это, я думаю, действительно нас ожидает. Мы постоянно боремся, постоянно наша плоть чего-то хочет, желает, а наш дух противится этому. И это постоянно борьба. Я в прошлый раз говорил об этом, о плоти и духе. И поэтому давайте мы сосредоточимся на том, что мы должны войти через вот эти узкие врата. И именно для той цели, чтобы быть в этих небесных вратах, как это назвал Иаков, врата небесные. Вы знаете, что были и поддельные врата. Когда был построен город Вавилон, так его, в общем-то, название было Вав-Ил. Это врата к Богу, так переводится. И чем это закончилось? Это люди хотели сделать себе имя. И они хотели таким образом показать, что они достигнут Бога. И сами как бы станут Богами. На самом деле, этого не случилось. Бог не дал людям, так по человеческому замыслу, чисто физическому их мышлению, достичь этих небес. Потому что это было против воли Бога. Более того, они себе хотели делать имя. Не Бога прославить, а себе хотели сделать имя. Поэтому вавилонские врата, которые так тогда назывались, врата к Богу, они на самом деле не были. Это в кавычках были врата к Богу. На самом деле, они были вратами от Бога. Потому все было закончено, разрушено, и Бог смешал языки, чтобы люди не понимали друг друга, чтобы больше не строили этого, чтобы задумались над тем, что они делают. Не является это предупреждением для нас, дорогие братья и сестры, Церковь Божия, что мы не должны своими человеческими усилиями стараться проложить себе пути к Богу. Только Господь может, благодаря Духу Святому, работать над нашими сердцами, над нашими умами, именно в том плане, когда Он может нас привести к себе в эти небесные врата, в эту небесную отчизну. Итак, дорогие братья и сестры, очень важные слова и как бы продолжение вот этих блаженств, которые мы слышим сегодня, слова Иисуса Христа, это в процессе нашей жизни, которую мы должны исполнять. И это касается Церкви. Да благословит нас Господь больше и больше размышлять над этими блаженствами, чтобы нам действительно быть достойными, быть вместе с Господом Вечности. Слава Ему за все. Аминь. Давайте помолимся. Слава Ему за все. Слава Ему за все. Слава Ему за все. Слава Ему за все. Аминь. Слава Ему за все. 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 Аминь. Слава Ему за все. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Но за Тобой иду, Ты моя жизнь, Иисус, К Тебе стремится друг, И хоть порой спрошусь, Но за Тобой иду. Раскрянувши в золотых, Пусть песни славы льются, Я счастлив, что могу С весном со мной коснуться, А если бы не так, Чему аккордов звуки, Еще рассеет мрак, Еще поддержит руки. Но ида с тобой, Победа изнесет, Любовь Твою любит вас, Я песни вас свою. Ты моя жизнь, Иисус, К Тебе стремится друг, И хоть порой спрошусь, Но за Тобой иду. Мир вам, братья и сестры, И да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и всякого утешения. Слава Ему за Его великую милость и любовь, Что Он продлевает нашу жизнь еще, И мы можем находиться на этом месте. И как сегодня, буквально недавно, Молодежь пропела псалом, который начинается, Господь мой, как о Тебе молчать, поистине, Как возможно молчать о Боге, Об Иисусе Христе, Который дал нам спасение, Который подарил нам спасение, За которое мы не заплатили и цента. Он подарил нам Его. Это спасение, и благодаря вот этому спасению, Благодаря Его благодати, Мы можем здесь находиться и славить имя Господне, Учиться у ног Его, как мы должны жить здесь на земле. И давайте вместе с вами откроем Слово Божие, Над которым мы немножко поразмыслим. И это будет Откровение 1 глава с 9 по 17 стихи. Откровение 1 глава с 9 по 17 стих. Мы с братом не договаривались, Но у нас получается, Начальное наше слово, оно будет из книги Откровения. Итак, читаем. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, В царствовании и в терпении Иисуса Христа, Был на острове, называемом Патмос, За Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, И слышал позади себя громкий голос, Как бы трубный, который говорил, Я Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, И пошли церквам, находящимся в Асии, В Ефес, в Смирну, и в Пергам, И в Феатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, И в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, Чей голос, говоривший со мною, И обратившись, увидел семь золотых светильников, И посреди семи светильников, Подобного сыну человеческому, Облеченного в падир, И по перстням, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, Как белая волна, как снег, И глаза его, как пламень огненный, И ноги его, подобны Халкаливану, Как раскаленные в печи, И голос его, как шум воду многих. Он держал в деснице своей семь звезд, Из уст его выходил острый с обеих сторон меч, И лицо его, как солнце, Сияющее в силе своей. И когда я увидел его, То пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою, И сказал мне, Не бойся, я первый и последний. Давайте 18 стих. И живый, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Вы знаете, я думаю, что каждый из нас сегодня наблюдал такую картину, Когда мы ехали в церковь, да, Такие сумерки уже наступали. И я думаю, что каждый из нас понимает прекрасно, Чем отличается рассвет от сумерков, да. В сумерках мы еще не отвыкли от дневного света, Но уже при наступлении темноты мы многие силуэты видим И просто догадываемся, что это может быть какая-то вещь, Или какое-то дерево, или какой-то столб стоит. И мы видим это, но еще, ну, уже плохо различаем. И вы знаете, К большому сожалению, в последнее время у многих в сердцах Вот именно вот наступают вот такие сумерки. А в чем отличаются сумерки еще от рассвета? Это то, что рассвет, это больше в Библии обозначает приход Иисуса Христа. И на вопрос к сторожу, когда обращается и говорит, Сторож, скажи, сколько ночи? Он говорит, близится утро, но еще ночь. Тем самым говоря о приходе Иисуса Христа. Да, но сумерки, они плохи тем, что из дня люди переходят в ночь. То есть, наоборот, удаляясь от Бога. И к большому сожалению, это наблюдается и в нынешнее время особенно. И не даром Иисус Христос говорит такие слова, Что, когда приду, найду ли веру на земле? И сегодня я хотел бы вместе с вами поразмыслить не над всем этим текстом, а буквально над одним примером или над одним случаем, который случилось с апостолом Иоанном. Я думаю, что каждый из нас понимает и знает хорошо апостола Иоанна. Один из самых молодых апостолов, любимый ученик Иисуса Христа, он первый прилег к груди и узнал, кто все-таки будет предавать Иисуса Христа. Он спросил именно Иисуса Христа. То есть, это был любимый ученик. И некоторые его, можно сказать так, шалости, они оставались без внимания. То есть, то, что он говорил, или некоторые его слова, Иисус Христос не полностью на них делал сильное ударение, как, скажем, с Петром. С Петром Христос был более строгим, чем с Иоанном Крестителем. И много примеров, и даже последний момент, когда Петр и Иоанн шел за Петром сзади, Петр спросил, а что он? То Христос как бы сказал, тебе что до этого, до сего, до него? То есть, вот этот Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа. И вдруг прошло время, Иисус Христос вознесся, прошло время, и он уже состарившись, и его взяли, и он был на острове Патмос, в ссылке. И вот является ему Иисус Христос. Он говорит, что видел подобного Сыну Человеческому. Он Иисуса Христа очень хорошо знал с самого, можно сказать, детства. То есть, все время, когда он находился, это он был в более молодом возрасте, он хорошо запомнил Иисуса Христа. И если кто читает Библию, помнит, что именно Иоанн сказал Петру, это Господь, когда он был на берегу Тивериадского озера. И вот здесь происходит встреча опять Иоанна с Иисусом Христом. И вы знаете, удивительный вот этот момент, который описывается. Он описывает то, какого он видел Иисуса Христа. Его полностью облик, полностью он описывает с головы до ног. Да полностью описывает Иисуса Христа. Но больше всего удивительного, что не только удивляет, но как бы поражает, насколько в это время многие из людей отошли от истины. То, что Иоанн, богослов, увидев Иисуса Христа, он не сказал, «Хей, я же твой друг». Нет. Что здесь написано? «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Вот этот момент описывается в этом стихе. Вы знаете, буквально недавно, я чуть-чуть раньше, где-то около двух месяцев назад видел эту надпись, которая была на Хэйвэй 77-м, здесь недалеко возле Шарлотта, и буквально недавно, может, неделю назад, я увидел такую же самую надпись возле Эшвилла, которая гласит на английском, «Hey, I am still here». Я извиняюсь за мой английский. «Hey, I am still here». И подпись «Jesus». Можете себе представить, знаете, на первый взгляд, когда я прочитал вот эту надпись, я подумал, ну, слава Богу, люди еще помнят об Иисусе Христе, как бы пишут большие надписи, все-таки вот этот плакат, он стоит больших денег, чтобы поставить вот эту надпись на нем. Но когда я начал задумываться вот над этими словами, что там написано, я понял, как далеко люди отстоять от Бога. Знаете, такое ощущение, что Христос – это такой друг, товарищ, который вот сегодня здесь, мы сегодня с ним разговариваем, смеемся, и он такой же самый, как когда-то был на земле во времена учеников. Но на самом деле Христос совсем другой. Его любовь осталась такая же, но он изменился. Он уже не учитель, к которому люди приходят просто так и говорят, и могут сказать что-нибудь. Он является творец, он является Бог Всевышний. И здесь написано, что он первый и последний. Иоанн увидел его, он прожил с ним много времени, но когда он его опять увидел, он упал как мертвый. Насколько изменилось отношение Иоанна Богослова к Иисусу Христу? Он не припал к груди к Иисусу Христу, чтобы узнать. Нет. Он упал как мертвый. Он понял, кто перед ним стоит. Дорогая молодежь, дорогие друзья, сегодня хотелось бы вместе с вами подумать над этим. Как мы относимся к Иисусу Христу? Кто является Иисус Христос для нас лично? Он наш друг, с которым мы вот так как просто можем разговаривать и просто говорить, эй, все нормально, или все-таки Он наш Творец, Он наш Спаситель, который заплатил за нас большую цену, цену своей жизни. Я прекрасно понимаю поговорку, которая говорит о том, что встречает по одежке, а провожает по уму. Но даже по одежке имеет очень важное значение в жизни каждого из нас, в жизни христианина. Обратите внимание, пожалуйста, на апостола Павла и на Варнаву. Они приходят в Антиохию Писидийскую, приходят и садятся сзади в синагоге. Садятся, это будет Диане, 13 глава, 14 стих. Садятся сзади и начинается в них там служение. И когда читалось слово, потом подходят к ним и говорят, имеете ли вы какое-либо слово? Я вот задумался над этим местом и спрашиваю, почему же все-таки они просто пришли, они чужие люди. А к ним приходят и говорят, имеете ли какое-либо слово? Их внешний вид говорил сам о себе. Их внешний вид говорил, что они непростые люди. Они учителя. И люди видели этого. Так же самое об Иисусе Христе. Вспомните хотя бы пример даже в Назарете или в Капернауме. Это будет Луки, 4 глава, 16 и 31 стихи. Соответственно, Иисус Христос пришел и читал слово в синагоге. В синагоге не каждому дадут читать слово Божие. В Капернауме то же самое он проповедовал в субботу в синагоге. Каждому ли дадут вот это место для того, чтобы проповедовать в синагоге? Нет. Иисус Христос имел вид учителя. Хотя что с ним, да, ходили ученики, но именно тогда Назарет и Капернаум — это только начало его служения. Но тогда уже он имел вид служителя, вид учителя. И люди знали, что это учитель закона или учитель народный. К нему подходили как учитель. И когда люди обращались к нему, они говорили, учитель благий. Постоянно учитель обращались к нему, они видели, что он учитель. Их 12 человек. Вы знаете, тогда не было человека глашатая, который бежал перед ним и говорил, внимание, Иисус идет. Внимание все, приготовьтесь, Иисус сейчас придет. И вот он будет посередине, среди шесть с одной стороны и шесть с другой стороны учеников. Нет. Люди видели, идет толпа, подходили ближе, смотрят, среди них учитель. Они точно знали, кто среди них Иисус Христос. Не было вывесок. Иисус Христос, вот это его лицо. Нет. Люди знали. Я удивлялся, когда читаешь Библию и смотришь, что каждый, или будь то прокаженный, будь то больной, они точно подходили к Иисусу Христу. Они точно шли прямо к Нему. Они не расспрашивали других. Они знали, кто есть Иисус Христос. Видят ли в нас люди Иисуса Христа? Другой момент, который хотел бы я обратить вместе с вами, это то, рассмотреть вместе с вами, как мы говорим об Иисусе Христе. Ведь через наши слова передается вот именно Его величие. Как мы Его возвеличиваем нашими словами? Как мы говорим об Иисусе Христе? Ведь благодаря нашему описанию, нашими словами, люди понимают об Иисусе Христе. Когда мы говорим о каком-то из наших друзей, представляя Его кому-то, мы, конечно, говорим, вот Он такой. Мы не говорим о Его характеристике, как бы о росте, о весе, но мы говорим о тех качествах, которые у Него есть. Не так ли? Когда мы пишем резюме, когда высылаем в компанию, мы пишем, что, конечно, там есть резюме, которое указывается и вес, и цвет глаз, и всего, но в основном мы пишем качества человека, качества свои, на которые люди бы обратили внимание. Не так ли? Люди читают, не видя нас, читают и говорят, да, вот этого человека мы хотим видеть в нашей компании, мы его призываем на интервью. Так же самое, как мы говорим об Иисусе Христе другим людям. Что видят, что слышат люди из наших уст об Иисусе Христе? Как мы его описываем? Мы просто говорим, Он Спаситель, и все. Или, может, мы его описываем более так, что люди хотят к нему прийти? Вы знаете, очень важно правильно говорить о Боге. И очень важно понимать о том, что мы дадим отчет за каждое, будь то даже праздное слово. И за праздное слово, и за любое слово мы дадим отчет. Обратите внимание, как Иов обращается к Богу, говорит о Боге, перед тем, как он увидел его, и после того, как он увидел его. Две разных, вообще другие слова. Это удивительно. Откройте Иова, это будет 23 глава. И мы прочитаем 3-4 стихи. «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями». Узнал бы, и 5 стих, «Узнал бы слова, какими он ответил мне, и понял бы, что он скажет мне». Это он говорит со своими друзьями, говорит о том, как он бы встретился, что он хочет видеть. После того, как Бог говорит, Иов, перепояешься, выйди и будешь отвечать мне, да, совсем другие слова. Удивительно. 42 глава. Давайте прочитаем с 1 стиха до 6. «И отвечал ее в Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто этот, поморочайший провидение и ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. «Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Человек встретился с Богом. Бог ему задал много вопросов, на которые Иов, конечно же, не имел ответа. Иов говорит, в страхе и пепле, раскаиваюсь. Дорогие друзья, как мы говорим о Боге? Ведь мы должны понимать, что за каждое праздное слово, за каждое, любое слово мы дадим отчет. Я понимаю, что многие из нас понимают то, что мы будем давать отчет за слова на суде. Но вы знаете, за слова можно давать отчет еще здесь, на земле. И этому есть огромный пример. И этому пример является Давид. Если вы откроете псалмы, и давайте вместе со мной, это очень интересный момент из жизни Давида, когда он за свои слова, которые он в поспешности, может, сказал пред Богом, он впоследствии за них ответил. И довольно-таки очень тяжело. Давайте откроем. Дорогая молодежь, я бы хотел, чтобы вы тоже внимательно проследили за этим, потому что это очень важно в жизни каждого из нас. Давайте откроем первое место. Это седьмая глава, псалтир, седьмой псалом. И давайте прочитаем со второго по шестой стих. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он подобно льву души моей терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в устах моих, если я оплатил злом к тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет путь, втопчет землю жизнь мою и славу мою повернет в прах. Так говорит Давид, обращаясь к Богу. И это он говорил еще тогда, когда его гнали, только можно сказать, что его начали гнать. Это хуси, это один из первых моментов, когда Давид только начали гнать. И вот он говорит такие слова. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, 4 стих и 5, если я оплатил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом. И 6 стих. Обратите внимание. То пусть враг преследует душу мою и настигнет путь, пусть втопчет землю жизнь мою и славу мою повернет в прах. И давайте откроем вместе с вами 142-й псалом. Прошла его жизнь. Прошла жизнь Давида. Почти в конце жизни. 3 стих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. Слова, которые он произнес, вот это результат его слов. Дорогие друзья, как мы говорим о Боге? Очень важно нам понимать, что то, что мы говорим Богу, и то, что мы говорим о Нем, оно вернется нам. Вот этот момент. И еще один момент, то, что смотрите, как Давид изменился. Он понял, что вот те слова, которые он когда-то сказал, они принесли плод. И он сейчас преследует, враг его преследует. И он говорит такие слова в этом же 142-м псалме 1-й и 2-й стихи. «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей». Он же не говорит, что я, вот какой я был, вот я даже врага своего жалел, вот я вот такой хороший. Он говорит, он сейчас уже так не говорит. Он говорит, «По правде Твоей, Господи, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих». Дорогие друзья, насколько важно нам понимать, что мы отвечаем за наши слова пред Богом. Как мы говорим о Нем? «Если в наши слова опускает величие Господне». Дорогие друзья, мы за это будем отвечать. В нашей жизни очень важно хождение пред Богом в Духе и истине. Но важно, как мы показываем Иисуса Христа нашей жизнью. Очень важен момент, кто Он является для нас. Является ли Он просто другом, или все-таки Он является вот тем Господом великим, перед Которым мы падаем ниц и преклоняемся. Богом, перед Которым мы не перестаем воздавать Ему благодарность за Его милость и за Его любовь. За то, что Он сделал для нас, не по нашим заслугам, но даровал нам все даром. Мы имеем спасение. Как мы о Нем говорим? Это очень важно для нашей жизни. Наши слова, они описывают Иисуса Христа, как мы описываем и как люди окружающие видят нас. Ведь мы за каждое слово будем давать отчет. Аминь. Об этом мы помолимся. Господу, Господи, благодарим Тебя за то, что Ты по своему верному обетованию был сегодня с нами. И как Отец нежно подкладывал нам пищу, питал нас хлебом небесным. Ты говорил нам, Господи, очень важные истины. И в утреннем собрании, и в вечернем нам только остается довериться Твоему слову, Господи, и научиться исполнять Твои заповеди. Ты сегодня напоминал нам эту истину, которую Ты когда-то сказал, «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Господи, это то, что Ты ожидаешь от Своей возлюбленной церкви, чтобы мы научились благоветь пред словом Твоим, чтобы мы научились исполнять Твои заповеди, чтобы мы научились ходить свято пред Тобой нашим Господом. Господи, впереди трудовая неделя, и мы хотим придать и тела, и души наши в Твои святые пастырские руки и просить Тебя, чтобы Ты благоствил и нас, и детей наших, и молодежь нашу, и прошел бы с нами в эти наши будни. Господи, благоствил бы нас, кто будет на работе, кто будет в учебе. Господи, пусть Твоя благодеющая рука, Твоя святая охрана будет над нами. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты сохранил от всякого рода зла и от искушений. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты благоствил предстоящую молодежную конференцию, благоствил бы молодежь нашу, которая будет ехать туда. Нам так хочется, Господи, чтобы это время не было проведено напрасно, чтобы не просто, Господи, топтать дворы Твои, но научиться благоветь пред Тобою и достигнуть этой благословенной вечности. Благодарим Тебя за любовь Твою, благодарим Тебя за питование Слова Твое, Ты обещал всегда быть с нами. Мы поклоняемся Тебе нашему Господу и благодарим Тебя за это. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. и любовь в Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь. Для подробной информации о наших церковных служениях и мероприятиях посетите нас в сети интернета по адресу www.churchofsalvation.org Да благословит вас Бог!